я родился свердловский вырос все самые первые самые первые впечатления радости огорчения первая любовь очень сильные первые влечения в поиск себя происходил в свердловске тогда но сейчас ты екатеринбург прекрасный город очень с богатой историей трудовой город поэтому сам там свои традиции и мои родители особенно отец искали мне место в жизни потому что я сказать не так просто входил в жизнь меня были свои закидон я и побывал на улице такой у нас заводная была команда ленина 5 28 приводов милицию меня было по всяким в основном за выяснение кулачные кулачные наши бои район на район кто в городе главное из нашей подростковой среде всякое было все все еще еще раз говорю все самое сильное яркое начиналось там свердловский и сформировался как личность вот на всю оставшуюся жизнь я конечно в свердловске родители папа мой очень хотел чтобы я получил специальность и убедили меня поступать в радиотехнику на у него там были связи он когда-то во время войны это был госпиталь и он там работал заместитель попали части госпитали после ранения тяжелого ранения на фронте он там работал поэтому он был партийным работником и в общем-то радиотехникум свердловский считался очень престижным заведением очень престижным потому что специальности которые там существовали которым учили они применялись тогда в ракетный вот развивалась ракетная техника кораблестроение авиационная техника активно очень мощно развивалась вот как раз радиотехникум готовил специалистов к этому я поступил на гироскопические приборы я не могу сказать что это было для меня в общем но что это было мое я поступил ну ради того чтобы поступить вот рядом со мной учились люди увлеченные этим техникой а я так вот ну надо было я учил сдавал экзамен но я не могу сказать что я был увлечен этим я я не я еще в то время искал себя нему не нашелся мы случайно в общем в радиотехникуме организовали театральный коллектив кружок театральный спектакль маленькая студентка был взят к постановке ольга павла павловна тогда руководитель этого коллектива искала главного героя для пьесы все уже как-то роли были разобраны вот главного героя она никак не могла найти и увидел меня на студенческом вечере я пел у нас был такой небольшой маленький оркестрик там три инструмента такой джаз такой джаз фортепиано контрабас и ударный я пел в общем две песни в этом оркестрики нашим на вечер увидела и где я понравился чем-то глянулся она в общем-то меня потянула туда я пришел меня ничего не получалось я ну просто вот я понял что я не горшка этому делу никак я сбежал с этих репетиций стал избегать их за мной гонялись конце концов она пошла директору техникума с тем чтобы вот ну как-то меня заставить ходить на репетиции вот почему-то день что-то во мне нравилось не знаю что потому что я да я вот не ощущение что у меня ничего не получается ну ничего вопрос и мне было неловко потому что я такой горделивый был пацаны в техникуме из таких королей как раньше а тут в общем в униженном каком-то положении находился и она в общем настояла чтобы меня заставили ходить на эти репетиции мне сказали если я не буду ходить то лишат стипендии ну это было для меня не очень выгодная ситуация поэтому поэтому я начал ходить на эти репетиции а там история в пьесе любовный вот партнерша очаровательная лиза шмырёва как раз на этой передаче у малахова в мой юбилей субботу вечером ее пригласили я увидел я не видел ее с тех пор и вот я увидел и на этой передаче она симпатичная но не понравилось я как-то вот таком движение к ней мне хотелось чтобы у меня все было хорошо я стал ночами там что-то мучительно делать и все дело пошло вы знаете дело пошло роль стала получаться и когда мы сыграли в техникуме оглушительный успех оглушительный просто и это вот я не знаю что со мной произошло но произошел внутренний переворот я вдруг почувствовал что вот это моё вот это это то что мне надо я ну вот это я любил вот быть но всегда на виду там одним из первых всегда стремился там среди пацанов своих ребят там друзей в общем завоевывать такое первые какие-то места и здесь в общем я почувствовал что у меня получилось и вот эта слава она была короткая мы сыграли три спектакля но она она меня возбудила мне как-то понравилось понравилась обстановка понравился процесс я я вошел в и до спектакль рухнул у нас мы три раза сыграли и все а я уже без этого не мог я нашел там же екатеринбурге свердловский коллектив с ольгой петровной только солдатовой во главе замечательный совершенно педагог и вот там я уже занимался этим делом серьезно меня поменялась жизнь я ушел с улицы я расстался со шпаной я пошел работать я учился работал бросил ну пришлось бросить спорт потому что уже увлечения театром все перебил я смотрел все приезжающие в свердловск театры я стал слушать музыку читать книги у меня сестра на заканчиваем медицинский институт и очень увлекалась вот книгами когда она пыталась время меня навести на извещая так а тут а тут я стал погружаться и открывать для себя совершенно какой-то новый мир и ольга петровна посоветовала мне поступать в гитис я подготовился и поступил с первого раза в москву вообще я поступал школу-студию хат щепкинская но в гитисе я почувствовал что прохожу как-то у меня ощущение было что все будет там нормально я поступил гитис ну вот с тех пор в общем-то я существую мучительно тяжело в этой очень сложный но очень интересной профессии тяжелый трудный и мне многое удалось сделать в этом и но все мне доставалось всегда очень трудно очень сложно я закончив институт отслужил в армии потом долго не мог нигде устроиться как-то в общем приглядел себе театр советской армии я показался туда мне пообещали мест не было ясно мне надо было что-то делать я согласился на какую-то должность на любую соглашался мне предложили мебельщик реквизитора вот свободной вакансии было я пошел я тягал эту мебель в течение четырех лет в общем это очень был сложный период трудный я уже распрощался где-то внутренне с профессией аду у меня было ощущение что моя жизнь не состоялась я даже подумывал суициде в общем были такие вещи что я подумал и петлю себе на шею набрось всякой ну что мне ощущение я чувствовал что я могу сделать в этой профессии много но вот реализации этой не было и перспектив не было никаких но заболел актер в театре борис морозов сейчас он главный режиссер театр российской армии тогда он был очередным режиссером мы с ним учились вместе он отвечал за за этот спектакль как режиссер он предложил руководству ввести меня на эту роль на главную роль в спектакле неизвестный солдат ну что я был готов я я все равно я готовил не просто сидел там страдал мучился переживал вот аху ах и у меня ничего не получается я брал брал какую-то роль что мне нравилось из репертуара театр и самостоятельно как разминал готовил текст учил а вдруг кто и вот оно так и произошло что вдруг мне предложили сыграть старшину бакарева спектакль неизвестный солдат по замене я сыграл сыграл с двух репетист сыграл удачу и за мной закрепили эту роль в этом спектакле меня увидел второй режиссер светлана климова снимался фильм василий ордынский снимал хождение по мукам они как раз набирали актерский состав на новые серии его за ним предложили мне красильников алексей красильников я прочитал роман был потрясен просто этим образом мне поразил очень интересный сложный характер мощный такой интересный трагический и я начал сниматься сниматься удачи меня заметили сизов отметил тогда директор и киностудии что очень интересно работает парень как и короче говорят слухи дошли до ларис шипить к которая запустила фильм по повести белорусского писателя василя быкова сотников как раз запуске меня пригласили к ней на пробы сложный был этап проб лариса взяла на себя ответственность вот она убедилась что я справлюсь это я был 21 уже вот из кандидатов на эту роль и почему-то вот она убеждена притом это она я я понял же она почувствовал сразу с первой нашей встречи что вот она нашла рыбака нашла и сложные были меня утверждали в госкино на мусфер обычно худсовет мусфильма здесь а здесь госкино министр вот на главные роли вот нас борисом утверждал гермаш тогда министр и лариса не ошиблась а мы с борисом тоже свердловчанин и свердлов утюзы мы с борисом понимали что на нас лежит такая ответственность что не выполнить возложенные на нас вот этой задачи мы не имеем права и я себе поставил я умру вот такую перед собой я умру но это сделал я такую задачу поставил перед собой ну у меня у меня с кино моя кинобиография началась с работы фильме марлена хуциева был месяц май кстати вот в этом году как раз юбилейные даты 40 лет 40 лет восхождению в доме кино в москве мы отметили недавно эту дату собрались те кто остался еще вот из участников этих съемок это замечательный был вечер и был месяц май первая моя работа и это как-то очень предопределила на будущее карте много фильмов посвященных теме военной я как-то туда попадал постоянно для меня эта тема на на святая священная я отказывался от каких-то таких вот ну не то что легкомысленных а очень простых слишком пафосных таких вот сценариев на эту тему по рассказам отца фронтовика я у меня складывался складывался вот впечатление о войне довольно такое реальное реалистическое и когда я прочитал повесть василя быкова сотников вот я абсолютно поверил знаете появилась появилась тогда плеяда лейтенантской прозы быков бондарев астафьев реализм рассказывание жесткая такая кровавая без такого ложного пафоса и в то же время тогда понимать когда читаешь вот такую прозу понимаешь через что приходилось проходить человеку через какие чудовищные испытания конечно этот фильм восхождение то на мой взгляд один из лучших фильмов на эту тему хотя там таких больших батальных сражений нет но вот именно такого такого психологического исследования героев в этой ситуации в такой ситуации напряженной еще в советском кинематографе ним и на нас вот с борисом легла это и гениально играет конечно толя солоницын там блистательно совершенно портного играет следователя вообще там ансамбль удивительный лариса подобрала актерский люда полякова великая актриса я считаю что выдающийся актриса вот она в малом театре сейчас работает москве сергей яковлев фантастический ансамбль просто блистательный каждый был и каждый понимал какая ответственность лежит на каждом из исполнителей потому что фильму было пристальное внимание в госке но очень напряженный когда фильм вышел готовы когда посмотрел худсовет мусфильма картину отказались обсуждать то есть вопрос а принимать не принимать картину повис как бы зависла над вариантом положить на полку ее или все-таки что-то с ней делать и ларисе посоветовали кто не за ней помнишь я посоветовал ей срочно лететь в минск связываться с минском с машером с первым секретарем компартии беларуси связались он согласился принять вот они пользу сели взяли картину администратор оператор и приехали сюда в минск машаров посмотрел был потрясен фильм просто вот он плакал потрясен был позвонил гришину поздравил с успехом а гришин был первый секретарь московского завязалась такая цепочка сразу на мосфиле картина была тут же принята высшая категория сразу же как раз фестиваль в берлине подспевал картину взяли на фестиваль в берлине и там картина получает первая советская картина на берлинале получает главный приз золотого медведя конечно это успех потом идет уже в риге в риге на кинофестивале всесоюзом главный приз государственные премии госпремии сэр идет в югославии в сопоте приз ну много еще разных всяких призов картина набрала поэтому между восхождение это эпохальные картины и после этого моя судьба была уже просто решена у меня появилось очень много предложений предложение которые в общем были мне не очень интересные силу того что они не в плохом качестве повторяли вот типаж рыбака и отказывался до тех пор пока вот не прочитал сценарий слин фильма случайные пассажиры по пояс сибирскому писателю жизнь жизнь как жизнь мне мне понравилась фактура этой по характер сложность сложность это этого существования героя его трансформации какие-то в общем это мне очень глянул снимал молодой режиссер ордовский миша эту картину очень трудно что это была первая его крупная работа после дебюта очень трудно конечно но я дорожу тоже а дальше уже старшина охота на лист стали стали появляться в биографии такие роли на всю жизнь которые я люблю и и и уже как биографии стал нарастать и в кино честно говоря вот в кино я благодарен судьбе советском кино у меня было огромное разнообразие жанров которых я с ним огромные просто поэтому я может быть и с театром ты не связал свою жизнь ни с каким меня приглашал тавстоногов на главную роль великий свой театр в ленинграде меня приглашали в современник меня приглашали в те пушкинский театр меня приглашали в массовета здесь московские театры многие меня приглашали но я настолько увязки кинематографе что вот время отдать театру я не мог а там не было мне 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 очень интересно было моя жизнь кинематографе потому что предложение были разные интересны в воплощение ну вот возможности реализации себя были огромные именно в кинематографе и я чувствовал что у меня получается я как-то я утону короче говоря я утонул в кинематографе и поэтому с театром романа не случилось замечательный коля кошелев царствие небесное меня было две с ним замечательный три ну две замечательных работ и вот первая картина старшина во первых я когда прочитал сценарий приехал в питер а пробовался фатюшин саша васильев толи анатолий васильев но такие крупные артист очень на эту роль я сказал что кроме меня этого никто не сыграет нагло это моя роль и только я это больше никто ни один из советских и коля как-то за эту фразу ухватился хорошие были пробы и это была замечательная просто фантастическая работа вот с николаем это было такое вот с режиссером взаимопонимание поиск вырастал наш герой вот от дня к дню съемочного я погружался в этот характер с огромным каким-то удовольствием и я получал от этой работы вот трудно было конечно напряженная была работа эмоционально очень приходилось и перенапрягаться иногда но это чудная была работа вот боять этот характер как скульптор наращивалась я этого героя и потом когда мы возили вот по нам дали самолет командующий катухов маршал как катухов дал свой самолет и мы летали по всем военным училищем с бригадой артистов показывали фильм фильм старшина и выступали там еще несколько актеров прием был просто именно в армии военных людей потрясающе мне передавали что вот чехословакия там где стояли наши войска чехи там они приходили показывали советские фильмы в клубах они привели и они просили старшину давайте нам старшину чтобы по пять по шесть раз они смотрели фильм старшина им очень нравился ну много много всяких разных отзывов от благодатных по этой картине ими на мой взгляд очень просто ну это мой взгляд я не знаю я так я это для меня мучительная тема я много об этом думаю и я переживаю за кинематограф я но это я отдал всю жизнь этому виду искусства и просто не произошло передачи традиции советского кино то она была в 90-е годы оборвана резко просто оборвана на том же пятом съезде кинематографистов когда распинали бандарчука колотозова великих мастеров советского кинематографистов выдающихся мастеров и никита михалков тогда единственный кто встал и ну пошел против течения вы что делаете что вы кого вы втаптываете в грязь прошло время и стало понятно что бандарчук сергей федорович остался бандарчуком сергей федорович его картины и война и мир и они сражались за родину ну и вообще его картины наверное только вот та трагическая картина это тихий дон трагическая история с этим фильмом которым я участвовал а так колотозов это колотозов вы понимаете и любой мастер советского кинематографа кулиджанов это кулиджанов вы понимаете ром это ром это гайдай разные жанры это я называю только ну какую-то часть глиозного ну просто это это каждый из этих режиссеров марлен хуциев тот же вот которого я же ну данели это космос вы понимаете это к это космическое явление это вадимом это философ вадим абдорашидов закончил мфти сложнейший тихий вуз такой сложность даже сложнейший лим климов закончил он конструктор лариса шипить к это но это это целый мир философский мир советскому кинематографу требовались личности потому что он был в мире ярким явлением и так это это и политика это и но гордость и традиции потому что вот советский кинематограф набирал силы вырастал раза набирал мощь он был уникальнейший совершенно он был не продюсер сирский это госзаказ был это продюсером было государство были люди такие как вот сизов директор мосфильма крупные личность была крупный как сейчас говорят менеджер человек который создавал и тарковского и и шукшина и герасимов ну понимаете ну дам глыбы глыбы просто были личности это отбор потому что была система выработанные вот истории советского кинематографа она система отбора система вот этих дебютов в дебютах уже было видно вот в будущем появляется яркие дебюты андрона кончаловского никита михалкова там вадима абдорашев ярчайший дебютные двух вот чистевки у нас ребята приехал по шукшину снялись замечательные три новеллы двух числа по две части в одной из них я участвую чего и застрял в минске ну love story полюбил художника гримера в этой новелле волки в которой я снимался ну и все крыша съехала я оставил все свои прошлой семье мы расстались хорошо зинаидой с моей женой московской дочка сейчас растет и внучка там и мы общаемся дружим все так ну вот я объяснил что я я влюбился любился при том так что это было невозможно нельзя было оставаться вот надо было приходить сюда я пришел сюда в миске вот это был 78 79 год и с тех пор я в общем-то существую миски ну на мой взгляд все-таки те кто сейчас идут в режиссуру они в основном смотрят изучают американское кино западное кино и мало мало ну как бы вот мало общаются и смотрят историю не знает про историю советских советского кино а ну уникальное было поэтому не произошло вот творческой передачи и и я вижу что ну как вот насмотренные и пытается что-то по американским лекалам создавать какие-то картины технические возможности появились но того человеческого исследования исследование человека погружение вот в человеческую жизнь нету но и в мировом кинематографе нет американский тот же кинематограф восьмидесятых конца семидесятых годов был удивительно социальным интересным там много было таких картин вот как вот советские картины исследующих вот человека в жизни не жанрово коммерческие картины ну я вот эшби такой режиссер там последний наряд картин мало ее кто знает но это удивительная картина появился джек николсон так яркая совершенно работе но она очень простая вот картин про про людей просто про людей и на мой взгляд вот не произошло внутренней передачи как вот все все что было в советском союзе это все не надо все это надо выкинуть все это не надо а надо начинать вот средств а учиться надо не вот в америке вот американское вот там и вот такое подражательство но но не приносит плодов на мой взгляд и конечно это царствие небесное лёва дуров он сказал так вот мы пришли когда учиться нам преподавали аристократ мы были уже разночинцы а вот сейчас уже пролетарий вот такой ну образно он так вот сказал как падал и падает уровень да сейчас в вузах вузах учат хорошо двигаться и двигаются хорошо но на мой взгляд не умение владеть текстом не умение создавать характер образ погружаться в этот образ просто вот я наблюдаю ну хорошо объективно органично информирует об образе они они по нет этого погружения в характер нет вот этого глубинного исследования а это было в традиции советского кино и традиции величайших актеров ну я буду сейчас называть их просто эти почему советский кинематограф не те кто занимается кино к сожалению а зрителя привлекает вот просто простого зрителя простой зритель будет смотреть советское кино раз за разом они те профессионалы которые занимаются кином они мало посвящаясь вот я спрашиваю восхождение кто-то восхождение видел из современных начинают задумываться а этот фильм в гарварде в обязательной программе просмотров просто в обязательной программе четыре советских фильма тарковский три восхождение еще какой-то вот я не помню не так рассказать вы понимаете умное кино умные не просто коммерческое а умные кино может быть коммерческим и советский кинематограф давал тому многие примеры ведь москва слезам при не верит умные кино ну и она колоссальную кассу принес шукшинская шукшинская картина карина красная принесла колоссальную трагическая история принесла колоссальную кассу то есть наш вид зритель его отвадили ходить наш вид зрители ему интересно видеть живые истории вот к сожалению истории снимать истории рассказывать человеческие истории все не умеет просто нет а это очень сложно это еще раз говорю надо обладать очень философии жизни режиссер должен обладать целым комплексом философского понимания бытия отношений это это режиссер это философ это он несет некую философию бытия и фильм должен не просто развлекать но даже даже вот гайдаевские картины жанр такой комедии или рязановские картинке не последний рязановский а те советские картины это великая берегись автомобиль это надо или старики-разбойники ну можно вот рязановские картины называть там берегись автомобиль это просто тончайшая в то же время фантастический коммерческий дух интересно она она смотрится безотрывно и и такие тонкие какие-то глубокие вещи вложены в ткань это вот этой картину вот учитесь учитесь берите вот они вечные наши разбирайте погружайтесь как это сделано как 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 работа с артистами сейчас не умеет работать с артистами не умеет вот выяснили так так текст сказали все все мотор ты сняли хорошо решили хорошо я как хорошо без репетиции как без репетиции как надо подойти должен быть процесс войти почувствовать без текст выучили сказали текст и один дубль сняли все стоп я начинаю начиная существовать уже враг я еще прошу еще дубль еще бы какая не почему меня есть хороший слух выработался я знаю что вот а вот я не знаю я я же не режиссер я могу отвечать только за себя и натаскиваю партнеры начинают заводиться тоже заводиться и тоже в общем искать уже как и уже начинается взаима вот такое существовали с партнером поэтому я может быть вызываю неприятие какое-то но я заставляю в общем все таки какой-то процесс наладить чтобы не было вот этого поверхностного хода по этому очень важно вот это для нужен процесс а процесс может идти от режиссера который очень погружен материал за не так как получится там как получится потом смонтирует все-таки знать чего ты хочешь на интересно работать с режиссером который знает чего он хочет и ты становишься ему я всегда со творцом я я становлюсь режиссеру с отворцом начинаем уже вместе потому что он доверяется мне и начинаем же то есть он не навязывает какую-то концепцию он видит что я почувствовал еду и я какие-то вещи может быть даже режиссер в характере не не видеть то что открывается мне поэтому в принципе как бывали сложности на площадке с вадимом авдорашидом у нас были стало с никитой михалковым у нас были на нас на съемочной площадке взрывные какие-то такие вещи все это проходило конце концов в доверие и взаимопонимание и я не знаю мне кажется я такого не знаю чтобы кто-то из режиссеров был недоволен моей работы его проекте в его фильме ну поскольку поскольку я воспитывался в семье коммунистов и отец тесла вообще был партийный работник и он был верующий коммунисту для него он не был конъюнктурным коммунистом а он был их вот для него это была религия религия и он внутренне всегда был убежден что это самая справедливая идея в мире и так он воевал так он работал он никогда поэтому я я чему говорю что на моих глазах бескорыстность абсолютная бескорыстность служение своему делу бескорыстно он всегда заботился у него были возможности например ну улучшить нашу жизнь жить чтобы мы жили лучше но он он помогал всегда поскольку он был секретарем парт организации на всех предприятиях где он работал он помогал людям которые больше всего нуждались какой-то помощью вот этим занимался постоянно поэтому мы жили в таких условиях не будем будем говорить печеное отопление значит всегда мы с отцом заготавливали дрова пилили рубили чтобы на зиму заготовить дрова там квартира была таком деревянном доме в жахтовском то есть вот в первую очередь для страны для страны и мама такая же была а потом уже для себя вот такая и мы мира с сестрой росли именно вот ну как вот в этой и и идеологем и и она и она конечно вошла ну как кровь с молоком в нас сестрой для меня идея справедливости это вот через всю мою жизнь вот эта тема она во мне жила и она во мне живет тема справедливости всегда я натыкался даже вот в своей уличной команде как тогда для меня важно было на улице справедливость установить не просто так вот пойти и подраться там кому-то набить вот таких кто просто идет вот так вот привет привяжется кому-то там и ударе кого-то у меня был такой грех был такой грех когда я надо было выпендриться перед этой шпаной мы шли и я вот сделал этот этот проступок когда просто ударил человека и я всю жизнь всю жизнь я каюсь за это я всю жизнь я ну как говорится вот я его не знаю этого парня но всю жизнь я ощущаю этот грех на себе и потом я много раз совершил я заступался он заступался когда слабого бежали я заступался и наказывал тех кто обижал вот как бы вот это уже я должен был свою вину нагладить и на работе когда я работал на центральном стадионе свердловске вот это желание сделать свое дело ответственно хорошо в театре советской армии когда я работал рабочим сыном этом мебельщиком реквизитором я получал благодарности ну от руководства потому что я выполнял несмотря на то что я мечтал выйти на сцену в качестве актера но я выполнял свою работу абсолютно ответственно закончили я был хорошим классный мебельщик делал вот обслуживал спектакли по высшему поэтому меня там в трудовой книжке 4 где-то благодарностью за хорошую работу меня отец родители приучили к ответственному отношению к своему делу и вот это постепенное постепенный набор я вырастал не сразу ведь это поразительно вот шестидесятые годы я не знаю как как мы успевали был выбор театральный коллектив спорт техникум учеба улица шпана ребята любовь первое фантастическое ли вот все в течение трех лет вот я говорю это меня это меня и сформировала как актера как личность настолько эмоциональная настолько загруженные ощущениями открытиями была жизнь это позволяла система это ей нужны были люди яркие очень но эти яркие люди в какой-то момент вступали в противоречие системы потому что конечно в ней была и некая некая такая заорганизованность скоростность и я вошел в противоречие какой-то момент системы и ушел во внутреннюю эмиграцию был период такой у меня но это вот уже восьмидесятые годы семидесятые конец семидесятых восьмидесятые в армии я устроил забастовку ну я был организатором забастовки а это военное время расстрел меня посадили на 15 суток я тогда уже был знаком с салженицын и как бы вот и эту сторону тоже в общем ну вот такую сторону советской жизни тоже в общем то и и соприкасался с ней меня максима был любимый писатель не салженицына максима владимир максимов я очень любил его рассказы а он уехал потом вернулся уже и он сказал мы целили великую фразу мы целили в коммунизм а попали в россию его фраза он покаялся как зина вот такие как зиновьев и максимов они покаялись и в какой-то мере из салженицын понял что тоже очень много вещей которые работали на разрушение советского союза до не произошло трансформации вот косыгинский реформу как ни странно вот здесь белоруссии машеров занимался активным очень и белоруссия белоруссия как сейчас говорят социализм в единственной республике был настоящий это в белоруссии благодаря конечно рук руководству вот в лице машера очень интересные здесь вещи происходили и какие-то открывались возможности вот этого социалистического строя машеров был неугоден он какое-то время даже он сидел под домашним арестом но это когда уже вот брежнев немножко у него с головой стал закатываться разум и со мной были проблемы потому что я высказывался говорил вот я ощущал что система перестала развиваться вот я чувствовал я ощущал перестала развиваться какие-то какие-то эти шестеренки начали пробуксовывать и это это чувствуюсь в жизни это ощущалось в общем-то и вот эти вещи я высказывал то что в армии потом говорил об этом и мне два года дисбата светила но все-таки не удалось убедить что я не антисоветчик а ну как бы я человек который переживает за я неравнодушен тому что происходит в стране я действительно всегда очень искренне и серьезно переживал за мою страну и мне хотел чтобы она была лучшей чтобы мне я но я чувствовал что вот происходит какое-то окостенение бытия нашего я ощущал это и я в общем-то внутренне начал сопротивляться этому и конечно когда появился михаил сергеевич горбачёв я один из первых послал телеграмму вот отсюда из киностудии беларусь и туда на этот съезд партий который в общем-то как мне казалось открывает новые перспективы все это потом превратилось просто в разговоры и все становится хуже и хуже и уже в конце восьмидесятых когда появилась вот эта самая группа во главе с ельциным там в парламенте в советском я понимал что я уже чувствовал что сторона сторона идет к разрушению я я опять же ну что я мог ну вот внутренне я сопротивлялся этому процессу я выходил на все анти ельцинские митинги в москве меня ну меня уже обзывали так заскорузлый там вот этот он ничего новых каких-то веяний чувствует он остался в советском союзе там и там бы там бы и сдохли как вроде бы ну вот все эти ну как их назывались это демократы вот они от кинематографа потому что я появлялся на митингах я говорил я я пытался очень ну насколько это возможно затормозить процесс белоруссии мне больше удалось и белоруссии эти процессы были заморожены все все как на украине двигалась тут возникали такие нацистские элементы очень возбухали очень сильно и на деньги западных спецслужб все это происходило все под видом так исторической памяти а потом все это переходило вот такие народные фронты и ходили с факелами иван чемодан москва тут повязки на рукавах там и и москалей на виселицу все это все это здесь было но все-таки здравый смысл беларусь у белорусов гораздо более крепок нежели на украине я напился я напился в усмерть я редко когда так вот напиваюсь я в усмерть напился для меня это была катастрофа внутренне потому что перед этим я поддержал я поддержал гкчп я не знал что это такая провокация в какой не то что право но это все такие вздохи я я как-то поверил что может быть я опять же поддержал а потом когда все это пошло уже в репрессивные элементы ну все это я в этот период для меня был трагически я ну какой-то но спасался там этим самым спиртным нет но потом у нас здесь сложность очень тяжело очень тяжело белоруссии после разбал очень тяжело процессы просто катастрофический но потом мы стали собираться стал собираться здравой какая часть на нас на киностуде хорошая ячейка появилась и я вступил в партию белая русь которые вот противостояла активно националисты стечко которые за выступала за интеграцию с россией вот все идеи которые сан григорьевич потом принял все это вот мы развивали эти наша партия белая русь она развивала вот именно эти идеи мы с ними на кулаках ходили у нас были столкновения с нацистами и нам то что пришел александр григорьевич провели этот референдум русский язык перед этим замечательный опять кино сыграл огромную роль юрий озаренок сделал картину документальной дети лжи я показал истоки вот этого нацизма истечко то те кто сотрудничал это коллаборационисты те кто сотрудничал с гитлером с гестапо это мы тогда не знали что катынь вот вы были в катыни вы знаете что бендеровцы жгли их не немцы бендеровцы большинство деревень сожжены ли литовцами латышами и бендеровцы националистами вот эти белоруссия от них пострадал очень сильно но и были свои коллаборационисты вот озаренных в своем фильме показал это дети лжи и фильм перевернул сознание белорусов сразу через два дня был референдум все проголосы 90 процентов проголосовали за русский язык государственный за россию за то чтобы быть россии они с европой то есть вот этот референдум референдум вызвал на западе просто бой бой что он незаконный было что незаконно ферену прошел люди проголосовали что-то незаконного глаз народа как говорится самый высший уровень демократии вот и все и с тех пор конечно инициатива сближения с россией нет россии шла белоруссия шла александра григорий лукашенко это его инициатива была и он с ельцином ельцина как бы втянул в этот процесс они ельцин втянулся не россия очень очень активно против белоруссии особенно масс-медиа российские то есть столько лжи было навешано со всех сторон вот тогда как раз против белоруссии все эти эмбарго что сейчас вот против россии белоруссии первая попала под этот каток и до сих пор в общем-то существует ну тогда это просто вот и в том в том числе и россия вместо активного сближения сделалось все чтобы оттолкнуть белоруссию мы как говорили с распростертыми руками а вот огромная часть либеральной вот этой части которая была при ельцине которые тогда главы она надела все чтобы оттолкнуть белоруссию это возвращать надо взаимодоверие вот тот дух товарищества тот дух знаете вот тогда сар пошли передачи эти когда сразу же вот как только распал когда начали воспитывать по-другому были передачи когда вот надо выбить было всех вот четыре человека пять выбить в этом неважно как главное прорваться и выйти вперед и оттолкнуть всех конкурентов вот этот смысл товарищества почему такой огромный успеху фильмы дальнобойщики почему потому что в этом фильме глав товарищество дружба что все время ну вот в 90-е годы это просто убиралась из бытия наш дух конкуренции надо любыми средствами надо застрелить партнеров из и тогда стреляли отстреливали убивали это ужас ужас что творилось я вот фильм дальнобойщики вот этих двух мужиков я не плечо к плечу и вперед вот этот дух товарищество он привлёк такую массу зрителя от мало до великой до сих пор любит я знаю потому что не все время как говорится такое ощущение что только дальнобойщиков сыграл больше ничего не играл этот вот дух конечно дух нестяжательства дух творчества когда когда вот этот самый кто-то там из руководства российского залашина мы сейчас если советский союз воспитал воспитывал творца то мы должны воспитывать творческого потребителя вот это заявлено было как программа понимаете открыто откровенно вот вернуться к воспитанию творца воспитанию человека поиск творческих людей поиск одаренных от природы находить для всех сфер деятельность в бизнесе атмосферу надо создавать не для того не для того чтобы вырваться любыми средствами обдурив обманув и вырваться и получить вот эту под задницу золотую золотой унитаз и вот счастье бэнтли и все я на этом бэнтли плевал на всех вот эту категорию просто надо смывать уничтожать она должна быть вне закона я условно говорю а воспитывать искать творца во всех сферах тогда будет тогда только тогда будет система развития в стране мы будем развиваться вот был застой в этом смысле в советском он привел к этим воспользовались и внутренние и внешние силы и рухнул рухнула сторона я я я я считаю что только создав атмосферу в стране творчества и поощрение творчества можно будет двигаться двигаться вперед и развиваться она надо развиваться иначе нас уничтожит это сакральная вещь абсолютно сакральная вещь победа это это важнейшая часть нашей истории сейчас вот отталкиваясь от это от этого сакрального свершения этого какого-то божественного промысла когда видимо какие-то космические силы помогли нам выставить в этом кошмаре когда народ собрал все силы духа которые вот были у него чтобы остановить и победить эту махину мировую махину это это как пример вот этого сбора 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 поэтому нам нам надо конечно есть силы которые вот будут разрывать будут делать все чтобы обострить отношения искать потому что жизнь это живая и всегда найдутся какие-то сложности трудности которые день нисхождение которые надо анализировать преодолевать а их будут на них будут буксовать и пытаться их чтобы они разбухли чтобы это все это маленькая маленький нарыв чик чтобы он вырос в огромный такой нарыв вот будут делать все поэтому надо быть внимание надо еще раз говорю и среди я очень много знаю молодых ребят очень интересны ярких я не говорю что молодежи ну конечно очень большая часть молодежи вот они они хотят вот прямо все и сейчас не не системой развития не система ну как говорится я самовоспитиваю я я себя создаю я себя развиваюсь тоже развиваюсь наращиваю знания наращиваю проблемы а не то чтобы прихватить вот сейчас где-нибудь ухватить что-то так опять же кого-то там надуть все вот ну такие амантюрные всякие делишки и и получив какой-то маленький небольшой ну вот я я в порядке а мне на осадник наплевать вот ну как бы я образа так говорю вот такие такие вещи это надо еще развивать дух творчества